Проводили ли Вы какие-то исследования? На Ваш взгляд, как может отразиться на темпах роста экономики вот эта вся ситуация с малым бизнесом, принятие налогового кодекса? Малый бизнес говорит о том, что сейчас активно сворачиваются многие предприятия. Да, конечно, у нас локомотивы всегда были экспортно ориентированы, крупнотоннажные химии и металлурги. И все же, вот хочется узнать, малый бизнес, он вообще как-то влияет на развитие экономики страны? Ну, Вы знаете, влияет, действительно. Но мы, наверное, это влияние не увидим в цифрах. Я думаю, что на цифры роста ВВП, то, что сворачивается малый бизнес, не сильно повлияет, потому что его доля и так была очень маленькая. У нас нету точных оценок, тоже никто у нас не считает, но по таким грубым оценкам, это где-то около 11% ВВП, это тот вклад, который делал малый бизнес, 11 до 15%. У наших соседей эти показатели достигают иногда 70%. Да, у нас экономика ориентирована на крупный бизнес, и она унаследовала эту структуру еще с советских времен, но это не значит, что на малый бизнес не нужно обращать внимания. Да, как раз наоборот, малый бизнес – это те люди, которые формируют средний класс. То есть, если мы хотим двигаться к европейским ценностям, вообще хотим, чтобы наша экономика была стабильной и не зависела от цен на металлы, чтобы не было для нее главных показателей, то тогда, конечно, малый бизнес нужно всячески поддерживать. Другое дело, что насколько налоговый кодекс повлиял. На самом деле, вся система для малого бизнеса пока осталась, ее еще не изменили, принесли только одно важное изменение – это по возможности, которое, в принципе, исключает возможность малого бизнеса предоставлять услуги или продукцию для крупных предприятий. То есть, действительно, то, что очень негативно повлияло на многих предпринимателей, которые действительно честно работали, производили какие-то продукции, услуги. Но, с другой стороны, это та мера, которая могла бы пресечь злоупотребление этой схемы. То есть, это особенно было актуально для розничного бизнеса, где, в общем-то, с помощью такой лазейки очень было удобно уходить от налогообложения. Поэтому, скажем, это дискуссионный очень момент, но в целом, конечно, экономическая политика должна быть направлена на поддержку малого бизнеса, на усложнение условий работы в этом всем мире. А можно ли, я сейчас просто попытаюсь сделать некий вывод, а Вы попробуйте, либо, может быть, согласитесь, либо не согласитесь с ним. Правильно ли я понимаю, что, сохраняя ориентацию на экспортную отрасль, на экспортные отрасли, металлургия, химия, машиностроение, мы по-прежнему сохраняем предпосылки к тому, что наша страна по-прежнему и дальше будет очень чувствительно реагировать на все изменения мировой конъюнктуры, финансовой и экспортной. То есть, условно говоря, любое новое потрясение на рынке металлургии, и наша страна снова оказывается в глубокой яме. Любое потрясение на рынке финансов, условно говоря, мировых, и наши банки снова прекращают. И, по сути дела, внутренних ресурсов у нас в Украине по-прежнему нет. Вы знаете, по большому счету, вы абсолютно правы. То есть, это та слабость экономики. То есть, скажем, если посмотреть на пару лет, на развитие стечения до кризисных пару лет, то можно сказать, что это была сильная сторона. Благодаря этому, благодаря тому, что цены на металл достигли исторических максимумов, и был хороший спрос. Украина росла очень быстро. Но, в целом, если мы будем смотреть на долгосрочную перспективу, это уже летом 15-20, то это, конечно, слабое место в экономике, потому что оно очень зависимо от внешних рынков. Поэтому, это еще одна причина, по которой, опять же, нужно развивать внутреннее производство, и именно мелкий бизнес, который сам производит, но сам является потребителем. Это одна из причин, почему экономика Польши практически не испытала рецессии. Это была низкая экономика в регионе, в которой вообще не было снижения ВВП. А Турции? Там, по-моему, то же самое. Турции было. Было, да? Да. В 2009 году только-только в Польше был бы маленький рост, а все остальные зафиксировали падение. Потому что, ну, как бы, в Польше очень хорошо развит малый бизнес. Да, поэтому, как бы, они сами для себя производят, а сами же потребляют. И не важно, что там происходит с именами на металл, как это было в два раза.